Привет, я сейчас вам запилю обзор квартиры 2 плюс 1 в Турции, в турецком доме, в центре города, недалеко рынок, в пешей доступности, до моря 15 минут пешком, далековато, но у этой квартиры другие преимущества, и мы сейчас узнаем о них. Поехали. Вот, смотрите. Вот такой коридор. Насторный. И считаем, сколько у нас комнат. Раз. Кухня-гостиная, Раф готовит. Гостиная, вид на одну сторону, на две стороны вид, там балкон. Комната 2, спальня с выходом на балкон. Основная спальня 3. Основная спальня 3. И на третью сторону вид. Такая классная. И самую зону. Смотрите, тоже как интересно. Мало где можно встретить. Отдельный, это как баридорчик. Душевая большая. Без кабинки, ну, нормально. Улимка все сделана, все аккуратно, чисто. Туалет, умывальник. Тоже все свежее. Давайте посмотрим, маленькую комнату. Вид, вид, вид. Ну, вид такой, как бы, это спальный район, вид. Вид, да нет, да. Давай посмотрим гостиную, Раф. И расскажешь немножко потом о квартире, да? Вот такая гостиная. Очень приятная, светлая. Самое главное, вот сейчас у нас ноябрь уже холодно, холодно становится. Но в этой квартире очень тепло. Вот у меня, например, там холодно. У меня холоднее, чем на улице в квартире. Я там вообще помираю от холода. В ноябре. Да. А вот у вас здесь давно будет круто. Это последний этаж. А, здесь ламинат, да? О, ламинат. Здесь девочка. Ну, неплохо, да. Какие-то свои блюзы есть. Холодильник вон утоплен. Кухня классная, чистенькая, все аккуратная. Вот, давай, Раф, расскажи про эту квартиру. Как выбирали, где нашли, где искали, как искали? В сочинении искали, получается, в районе, сколько, полтора-две недели искали. Сначала хотели без посредника. О, пауза. Давай, дубль-два, да, заново. Как искали эту квартиру? Почему стали искать квартиру? И да, где искали, как искали? Короче, мы квартиру снимали за 1700 в апартаментах, где Денис живет. Многие ребята там живут, еще ром с Юлей. Вот, и вот нам получать договор у нас на год. И до окончания договора нам заупили ценник 4000 лир. За 4000 лир уже можно дуплекс снять в регенном районе, а не комнатушку одну с затроченными. Взглядит, конечно, да. И вот, и, короче, мы начали искать. У нас, получается, 3 недели оставалось. За полтора недели мы толком ничего не нашли. Там одну риелтору что нашли, кстати, хорошая девушка. В плане того, что она за 260 евро нам нашла рядом с Денисчиком. Демонтаж у тебя, да, видимо? Вот, домотаж. Там такая тоже... Рядом с портом, да? Да, там 1 плюс 1, по-моему, 7,6 квадратов была. Тоже кухня примерно такая, только чуть поменьше. И это за 260 евро. Тоже комиссия, ну, типа тройная оплата. Ладно, я это выражу. Ну, будет прикольно. Чарльз Белая в связь, ставочку такую. Ладно, давай. Вот, и, короче, 3 оплаты по 260 евро. Но в итоге оказалось то, что хозяин решил и продать. Мы такие, ну, просто-то, что делать? Ну, короче, я с химбидами только хату найду. Допустим, если в течение 20 минут я не напишу, эту хату забираю. И вот, и тут эта хата появилась. Я такой думаю, да пофигу, напишу. Написал один из первых. А она только появилась, сразу написал. А где написал? Синит Беден. А, да, Сахи Беден. Риелтор, ну, тоже риелтор, понятно, сделал. На английском мне шпрехал, пришлось, на этом переводчике. Он мне еще звонит. Я говорю, блин, говоря по-турецки. Не разговаривай, не звони мне. И это... И все, и получается, мы там, по сути, тремя сообщениями договорились, типа, он говорит, что, хату хочешь посмотреть? Я говорю, да. Он такой, типа, во сколько? Я говорю, ну, в 13.00 или в 14.00. Он говорит, да, в 13.00. Типа, ввозе на лопу. Ну, давай. Пришли, посмотрели, нас устроило, и сразу договор заключили. Сразу, да? В тот же день, да? Да, прям с канала. Вечером пришли, убрались. Потом ребята все пришли, мы чай попили. Ну, расскажи об этой квартире, чем она понравилась? Чем зацепила? Мы хотели больше всего, чтобы духовка была, и комфортная, нормально, и кухни, чтобы там готовить, потому что мы, это, покушали, любителя. Ну, да, по поводу, конечно, будем. И потом у нас компания большая. Ну, да. И вот, как раз стульев нам на всех хватает. Получается, 2 плюс 1, во сколько обошлась? 2500 лир, но так как лира падает, то лучше. 17.000 рублей где-то. Айда тут есть какой-то? Вообще нет. Нет. То есть, сверху электричество, плюс вода. Вода, по счету. И интернет. Интернет сделать надо, и все. Ну, как? Может быть, с соседями попробуем этот, 50-50, потому что его подключать, как я понял, здесь установку нам 700 лир забили. Ага, дорого, дорого. И еще сам интернет за полгода плачет. Жесть, конечно. Это смысл. Надо искать вообще способы, да, с интернетом. Да, ну, даем на первое время помочь. Ладно, понравилось то, что места много. А чем еще? А все, наверное. Место нужно больше. Типа район ближе к центру. Расскажи о районе, где она находится в квартире примерно. Объяснись, вот скала есть, которая самый древний район считается в Сувалане. Оттуда же пошел, где крепость. Ага. И вот, грубо говоря, с нее есть спуститься на прямке. Как раз там Денис живет. Спуститься. Это старый город. Старый город. Старый город, да. И до моря сколько примерно пешком, если? Ну, примерно минут 15. Наверное, минут 10-15, да, есть. 10-15, да, море пешком. Мне кажется, метров 500 минимум. И может даже больше. Нет, нет, больше. Больше, конечно, да. Куберитовато, километра-полтора. Да, далеко. Так, окей, я не знаю, что еще спросить тебя. Что про квартиру можешь рассказать? А фиг вы. А мы еще сами толком не знаем. Да. Вот сегодня две лампочки купил поменялись. Ладно, в общем, ребята, квартира вам показала. Вкратце, задавайте свои вопросы, что-то еще посмотреть, рассказать про эту квартиру и вообще про рынок недвижимости в Алании. Сейчас цены дико выросли этой осенью, они не падают. Уже ноябрь они не падают. Вот. И, в общем, все очень дорого. Людей очень много приехало. Жилья не хватает. Поэтому, видимо, цены и не падают. Задавайте свои вопросы, подписывайтесь. Пока. Ты же меня не снял.